Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова ребят, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Zenith PS 2020. И в прошлой серии мы невероятным образом смогли пройти в полуфинал Лиги Чемпионов. Мы обыграли Интер. В основное время мы смогли сравняться по субми матчей 2-2. Вышли в допы, а потом уже в серии 11-метровых мы смогли переиграть игроков Интера и выйти в полуфинал. Если вы не видели эту серию, то обязательно посмотрите, ребята. Было очень жарко и мы в полуфинале попали на Манчестер Сити. Манчестер Сити обыграли Тоттенхэм 2-1 и если честно, ребята, на мой взгляд, у нас шансы очень даже неплохие. И Манчестер Сити, так же как и мы, в Лиге Чемпионов забивает очень и очень мало. Ну давайте зайдем в рейтинг голов, посмотрим, кто здесь вообще на вершине. Роберт Ливандовский, который уже вылетел с Баварии, имеет на своем счету 8 мячей. Неймар и Роналду по 7. Ну и вот здесь Дебрюйне, 4 забитых мяча. Малком, 3 забитых мяча. Смотрим дальше, есть ли еще кто-то. Стерлинг, 3 мяча. Дзюба и Дриуси по 2 мяча. Ну и в принципе на этом все. Ну и по голевым передачам, так же давайте посмотрим статистику. Здесь у нас получается у Дзюбы 2 голевые передачи. Дальше Дебрюйне и Гюндаган по 2 передачи. Потом Бариус, Малком, Азмун, Кокорин, Аздоев, Дриуси, Головин, Дуглас, Сантос. Имеют в своем активе по 1 голевой передаче. И Габриэль Перес 1 голевая передача за Манчестер Сити. То есть в принципе команды встретятся, которые больше контролируют игру. И вот за счет этого, я думаю, будет как раз вся борьба. Может быть всего лишь один мяч в одной из встреч сможет вывести ту или иную команду в финал. Но перед этим, ребята, у нас матч в чемпионате против Динамо. Мы играем дома. Потом с Манчестер Сити на выезде. И потом с Оренбургом тоже на выезде. Ну и в принципе вообще давайте взглянем, что тут у нас. Потом у нас Сочи. Динамо это финал Кубка России. Тамбов. И в принципе на этом сезон заканчивается. То есть следующая серия, по сути, она будет уже, можно сказать, завершающей. Потому что у нас 9 очков отрыв. То есть сегодня в принципе выигрываем пару игр. Выигрываем у Сочи. И все. Нас уже никому не догнать. Но, ребята, рано еще радоваться. Рано, так скажем, надевать корону. Нужно играть. Нужно стараться выигрывать. И сегодня, конечно, главный матч это матч с Манчестер Сити на выезде. Первого матча с Интером мы на выезде, честно скажу, сплоховали. Поэтому сегодня нужно еще более сконцентрированно сыграть. Ну и, конечно, ребят, жду от вас поддержку. Лайкосик. Не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик. Ну и вот такой состав я выбрал на игру против Динамо. Не самый сильный. Но, тем не менее, ребята, я надеюсь, у нас получится сыграть достойно. Заодно посмотрим, на что способен Динамо перед финалом Кубка России. Так что, ребята, усаживайтесь поудобнее и погнали. Мы принимаем Динамо у себя дома. Это очередной тур чемпионата России. Ну и, ребята, поехали. После очень напряженного матча с Интером у нас была еще игра в чемпионате. Мы смогли победить. И, в принципе, силы у команды есть. Но вот какие они будут перед матчем с Манчестер Сити, пока не ясно. Пошла подача от Жиркова. Удар Дзюбы. Первый момент. Но неплохо. Неплохо действовали защитники. Они перекрывали Дзюбом. И не позволили ему как следует пробить поворотом. Дзюба играет на Себастьяна Дриуси. И посмотрите, как легко он ушел от двух. Дриуси. Подача. Ерохин бьет поворотом и забивает. Классно. Ерохин здесь смог укротить мяч. И в непростой ситуации. Поразил дальний угол ворот. Сегодня Ерохин, Кузяев и Аздоев у нас в центре поля. Ну и вот такая вот сдержанная радость нашего тренера. Но Дриуси, конечно, красавец. Как он ушел от двух. И здесь, казалось, вынесли защитники Динамо. Но Ерохин ловит отскок. И сразу же без обработки хлестко бьет в дальний нижний угол. 1-0. 12-я минута. Это очень, ребята, хорошо. Нужно попробовать забить еще один. И, может быть, где-то даже подэкономить силы. Что касается Головина, Махитаряна, Малкома. Они, ребята, все есть. Они никуда не делись. А то сейчас опять ничего не услышав. В комментариях начнут спрашивать, а где тот, а где этот. Просто нужен отдых. Нам предстоит тяжелая игра с Манчестер Сити. Выездная. Так что нужно экономить силы. Роберт Мак. Еще одна подача Дзюба. Не было офсайда. Динамо в атаке. Но здесь Юрий Жирков. Здорово. Навязал борьбу Ерохин. И есть на фланге Себастьян Дриуси. Рядом Дзюба. И что, это серьезно не нарушение? Опасная атака Динамо. Здесь Мамана борется вместе с Ерохиным и Аздоевым соперником. Кузяев пришел помочь. Нужно вытеснять их от своих ворот. Караваев. Молодец. Еще один удар. Но здесь спокойно. Киржаков мяч в руки забирает. Тут же быстрый ввод мяча на Дзюбу. Ну такой спокойный первый тайм. Минимум моментов. Один забитый мяч. В принципе, Динамо ищет свои подходы. Но особо как-то не проявляет активность. Активность. Наши парни действуют здорово. Перекрывают пока динамовцы очень здорово Дзюбу. Замена у динамовцев. Они, кстати говоря, по владению вышли вперед. Хотя в начале встречи очень большой процент владения был именно за нашей командой. Жирков. Ерохин. Ну какое нарушение. Ну серьезно. Со спины подбежал. Просто отнял мяч. Дзюби несколько раз пинали по ногам. Ну и вот здесь я больше скажу, что Кабаре даже Ерохину больше ударил по ногам, чем Ерохин Кабаре. Удар по воротам. Неплохо, но не точно. Хорошая передача Дриуси. Простреливает Дриуси, а там никого нет. Но атака не завершена. Ерохин. Нет, это Аздуев делал передачу на Караваева. Пошла подача в штрафную. Дзюба. Вот это спасение. Дзюба продавливает. Бьет Дзюба по воротам. И снова спасает вратарь. Аплодисменты Ерохину за его великолепный гол сегодня. Выходит у нас Александр Головин. И остается чуть больше 15 минут в этом матче. И раз за разом наши футболисты получают по лицу, по ногам. Арбитр молчит. Дриуси не смог продраться. И все, ребята. Тяжелая победа. 1-0 благодаря голу Ерохина. И радость всех наших футболистов и тренера. Видимо, ребята, это мог быть матч, который принес нам победу в чемпионате. Может быть соперники оступились. Сейчас мы с вами посмотрим, как дела в группе. И будем приступать к очень важному матчу против Манчестер Сити. Да, ребята. Это награждение. Это кубок РПЛ. И Артем Дзюба поднимает его над головами футболистов. Раньше, честно, я не помню, когда было поздравление. Но сейчас хотя бы добавили кубок. И радость команды. Так вот получилось, что мы завоевали эту победу на домашнем стадионе. Еще за несколько туров до конца чемпионат. Да, действительно, ребята, Краснодар сыграл в ничью со Спартаком. И это значит, что им нас уже не догнать. Поэтому мы, собственно говоря, и оформили чемпионство. Ну а теперь давайте смотреть, что у нас по составу на игру с Манчестер Сити. Пан или пропал? Пан или пропал? Вы завоевали титул до окончания сезона. Хотя еще осталось три игры. Что стало ключевым фактором этого успеха. Это командная победа. То есть каждый игрок внес свой вклад. В ходе сезона ребята множество раз демонстрировали отличную игру. Надеюсь, то же самое будет происходить на протяжении оставшихся игр. Мы приехали в гости к Манчестер Сити. И, ребята, когда я настраивал состав, я немножко удивился тому, что на воротах Манчестер Сити... Гильерме. Да-да, ребят, вы не ослышались. Гильерме из локомотива на воротах Манчестер Сити. Я, честно сказать, удивлен. Но это вселяет немножко уверенности. Потому что с этим галкипером мы знакомы. Этому галкиперу мы забивали, когда он был в локомотиве. Ну и посмотрим, как у нас получится сделать это сейчас. Агуэра, Санне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Кевин Дебрюин. И вот те лица, которые сегодня защищают цвета Манчестер Сити. Ляпорт, Уолкер, Стоунс. Ну и вот те парни, которые приехали давать им бой. Сегодня, на мой взгляд, просто сильнейший на футбольном поле. Цвета команды чем-то схожи. Ну и вот состав Манчестер Сити на ваших экранах. Алекс Гримальдо присутствует у них также на левом фланге обороны. И состав нашей команды, а также расстановка. Ракицкий, Иванович, Смольников, Дуглас Сантос, Лунев. Бариус, Глоин, Махитарян, Дриуси, Малком и Артем Зюба на острие. Ну и ребята, поехали. С центра поля начинает Манчестер Сити. Первый удар поворота. Лунев спокойно мяч забирает. И надо подальше играть. Здесь не получилось. Пока очень здорово. Играют футболисты Манчестер Сити в пас. Малком. Отличный перевод. А почему, почему Дриуси остановился? Здорово же забегал. Бариус. Снова Малком. Дзюба. Малком. И можно бить в дальний. Момент. Момент от Малкома. А это Головин навязывает борьбу с Ане. Кунагуэра. Самое страшное, что любой футболист Манчестер Сити в нападении может убежать от наших защитников. Махитарян пытался сразу же быстро пробить. Пытается Манчестер Сити застать нас врасплох. Очень быстро пытается за спину мяч отправить нашим защитникам. Ну и выдерживает такую плотненькую линию обороны. Но играть можно. Играть можно. Удар по воротам. Это Сане. Вот его стоит опасаться, мне кажется, иногда даже больше, чем Кунагуэра. Надеюсь, он отыгрался с Агуэра. Получил передачу из центра и сразу же попытался пробить. Подача. Ракицкий. Вроде бы отбились. А мяч все равно у Манчестер Сити. Хорошо. Дуглас Сантос. Сбили Дреуси и нет нарушения. Серьезно, арбитр. Странно, странно. Гудит стадион. Удар по воротам. Агуэра пытался пробить ножницами. Поддавливает Манн Сити. Держать. Хорошо. 4-1 по моментам в пользу Манчестер Сити. У нас не очень хорошо держится мяч в центре поля. Так что нужно что-то придумывать. Вот сейчас Головин. И что там? Нарушение со стороны Головина. Серьезно? Еще один заброс штрафную. И снова отбились. Ну же Дреуси. Дреуси забивает. Какая комбинация, ребята. И Себастьян Дреуси на 60-й минуте выводит нашу команду вперед. Просто ткнул в дальний уголок. И Гильерме не добрался. Посмотрите, как здорово. Раскатали на коротке. И вот здесь Дзюба выдает Дреуси. И тот подкручивает в дальний угол. Не сдержала. Не сдюжила защита Манн Сити. Буквально наш первый момент с нормальным ударом-поворотом на 60-й минуте. И гол забитый на чужом поле. Но я говорил, ребята, что с Манчестер Сити будет сложно. Они много контролируют мяч. Но я думаю, еще чуть-чуть и Дзюбу можно будет менять. Выпустим Азмуна. Может быть, сейчас на контратаке. Это будет лучший вариант. Малком. Здорово. Передача на Дзюбу. Хорошо. Хороший пас в центр. И здесь на Дреуси передача. Ну же, Себа. Почти получилось протолкнуть мяч. Здорово. Малком увидел. Генриха Махитаряна, который забрасывает передачу на Дзюбу. Дзюба. Удар по воротам. И Гильерме спасает. Ребята, у нас готовится двойная замена. Выйдет Магомед Аздоев и... Сердар Азмун. Ну а пока Манн Сити идет в свою атаку. Кунагуэра. Не давать бить. Вытеснили. Отлично. Здесь мяч ушел от Дебрюйны. Фернандиньо. Какое-то недомогание. Скорее всего, у них тоже замена. Мы провели свои замены. Манчестер Сити выпустил Родри. Опасно. Удар по воротам. И штанга. Бернарду Силва нас прощает. Штрафной заработан. 30 секунд до конца, ребята. Здесь может быть еще желтая карточка. Нет. Пока устно предупредили. Но мы в атаке, ребята. И я думаю, здесь мы уже победу не упустим. Пошла подача. Удар Кокорина заблокировали. А здесь Бариус. И Бариус не позволит подойти. Головин. Еще момент. Смольников. Дальний выстрел. Арбитр, сколько ты добавил? 97-я минута. И, ребята, мы побеждаем на выезде с минимальным счетом 0-1. Но вся борьба впереди. Тяжело будет в ответной встрече. Нужно будет проявить характер. А сейчас нужно сыграть в чемпионате. Ну и у Ювентуса с ПСЖ очень жаркая борьба. 2-2. И, честно, я больше боюсь одной из команд во второй паре, чем Манчестер Сити. Да, они очень здорово играли. У них было больше моментов. У них было больше ударов. Но, тем не менее, они дают играть. А вот ПСЖ и Юве, они могут просто задавить нас. Но посмотрим. Не будем и загадывать. Ну и, ребята, третий матч в Сирии. Это приезд в гости к Оренбургу. На этот матч я снова выставил немножко резервный состав. Дал поиграть всем тем, кто не играл. Сегодня Сутармин. Роберт Мак и Кокорин в нападении. В полузащите. Кузяев, Аздоев и Ерохин. В центре обороны снова Мамана и Оссорио. Ну и смотрим. Смотрим, что покажет Оренбург. Да, мы уже оформили чемпионство. И кто-то скажет, зачем играть эти матчи. Но в жизни, ребята, команда, которая оформляет чемпионство, не может не играть, например, матчи, которые у нее остались. Так что мы продолжаем, ребят. Сутармин. Пошла подача. Ух ты. Все пролетели. По владению пока 50 на 50. Каких-то явных моментов в игре пока у нас не было. Ну а здесь арбитр видит какое-то нарушение от Маманы. Арбитр молчит и считает, что так играть можно. Еще момент. И Оренбург забивает. Вот здесь не разобралась наша защита. Деспотович забивает гол. 26-я минута. И очень неплохо разыграл Оренбург. Здесь Оссорио. Упустил мяч. Не успел Жирков. Не успел Кержаков. И 1-0 в пользу хозяев. И снова Оренбург в атаке. И снова удар по воротам. И снова было очень опасно. У нас частенько Маркус Решфорд в карьере за Манчестер Юнайтед. Забивает вот такие мячи. Отлипает от защитника и бьет. Но у того, правда, с точностью, конечно, получше. Караваев с мячом. Подача. Кокорин. Нет. Здесь бил защитник в свои ворота. В итоге очередной угловой. Еще один удар. И повезло, что Мамана чуть подтолкнул соперника. Но очень здорово. Оренбург выглядит. И посмотрите. Атаку начал практически галкипер. И вот здесь не получилось пробить уже у 11-го номера Оренбурга. Он подскользнулся. Ну а вот здесь хотя бы арбитр увидел нарушение. Кузяев быстро играет на Кокорина. Кокорин. Развернулся. Пробил и рядом со штангой. И снова Ерохин. Третий его удар по воротам. Ерохин. Махитарян. Дайте пробить. Ерохин. Ну же удар будет. Да куда ж вы бьете-то по ногам сопернику вместо мяча по воротам. Ну и посмотрите, как отскакивает здорово Оренбургу мяч. Еще момент. Удар по воротам. И звучит, ребята, финальный свисток. Тяжелый был матч. Уступаем мы Оренбургу. Но, в принципе, для нас это уже не так важно. Важно в следующей серии пройти Манчестер Сити. Так что, ребята, поставьте лайк в поддержку ролика. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр. И увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok